Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я, Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас и приветствую всех зрителей ИТОН ТВ и граждан Израиля. Спасибо. Вот сегодня, когда мы с вами беседуем, военная разведка Украины сообщила, что морские дроны уничтожили в Черном море российский патрульный корабль Сергей Котов. Несколько дней назад был прилет беспилотника в Санкт-Петербурге, который попал там в жилой дом. До этого был налет на нефтебазу в российском Белгороде. А в Одессе на днях российский беспилотник разрушил целый подъезд в девятиэтажке. Убиты 12 человек. Среди них пятеро детей и трое из одной семьи. И таких примеров можно за последние дни привести много. Скажите, пожалуйста, показывает ли все это, что война приобретает более точечный и ожесточенный такой, и даже жестокий характер? Ну, война приобретает, да, характер такой более интенсивный действий, как на поле боя, как в сухопутном, так и в варианте беспилотной войны, беспилотных уколов. Так, с трагическим исходом, потому что если украинские беспилотники, вот из ваших примеров, это в основном удары по энергетическим, скажем так, объектам, которые там или нефтебазы, или нефтеперерабатывающие заводы, по крайней мере, о том, что таком жилой сектор не подвергается вот таким, скажем, нападениям, таким обстрелам, как вот последний случай, трагический случай в Одессе, где действительно вот жертвы, маленькие дети, целая семья военного, бывшего военного, замкомандира бригады, края с его фамилией, целая семья. Трое детей, если не ошибаюсь, и маленьких, и мама, отец и прочее. Да, вот такая как бы война приобретает такой удар и по гражданской инфраструктуре, а не по военной, целевой инфраструктуре. Такое тоже есть. Теперь, что касается на линии фронта, там действительно идут одесточенные бои, вот, из района Авдеевки. Дальше. Я бы сказал так, что на данном этапе, по крайней мере, на данном этапе, вот война и позиционность стала войной движения. Потому что пока я не вижу, что может вот в ближайшее время буквально стабилизироваться на какой-то новой позиции, и снова война может перейти в позиционный характер, приобрести позиционный характер. Важный момент. Надо сейчас вот украинским вооруженным силам где-то зацепиться за, ну, или естественные преграды, либо подготовленные уже позиции. Оказалось, что к отступлению вот в районе Авдеевки мы не были готовы, не были подготовлены, соответственно, еще новые позиции для того, чтобы зацепиться за линию фронта и выстроить новые оборонительные позиции. Но вот вроде бы сейчас где-то так уже намечается вот такая позиционная, новая позиционная линия фронта для того, чтобы сдерживать наступление российских войск. Один важный момент. Последние дни украинская армия контратакует на отдельных направлениях. Это значит, что и с учетом предыдущих обстоятельств, и с учетом вот этих контратакующих действий, что нет никакого провала линии фронта, фронт не рухнул, он просто движется сейчас, да, это война движения. Но я думаю, в ближайшее время, исходя из изменений, которые сегодня происходят в армии, и непосредственно вот в бригадах и армейских структурах, а также исходя из того, что, в общем-то, линия обороны сегодня усиленно готовится, украинская линия обороны сегодня готовится, то думаю, что в ближайшее время фронт может стабилизироваться, опять перейти в свою позиционную фазу. Ну, а если говорить в целом о, как так уже, геополитическом фроне и контексте от этих действий, как на сухопутном варианте, так и в морском, и беспилотно-воздушном варианте, сейчас, ну, надо, какой-то выбор будет принимать, например, западные партнеры Украины, это связано вот с заявлениями Макрона, мы говорили, по-моему, с вами в прошлый раз об этом более предметно. Да, ну вот, и как раз я хотел, извините, как раз я хотел спросить, что Макрон в интервью чешскому изданию «Новинки» сообщил, что Франция не рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Украину. Да, делал шаг назад, но, тем не менее, тема зашла, она будет обсуждаться. Понимаете, это, скажем, открыт. Открыли окно Авертона для того, чтобы эта тема, возможности такие исследовались, рассуждения были, ну, в секретном, конечно, варианте, так, об этом подумали военные планировщики, штабисты, стратегии военной тактики, насколько это возможно, как это возможно. Есть разные варианты, кстати говоря, не только вот французы, но у британцев есть свой подход. Да, британцы заявили о том, что они не будут, не планируют вводить в Украину широкомасштабный какой-то военный контингент. А это же может означать все что угодно, что какие-то узкие варианты, так, специалистов, советников или других военных, скажем так, военных, так, военных, небольшие партии, они могут быть введены для, например, там, подготовки вооруженных сил Украины, подготовки новых бригад и тому подобное. Поэтому то, что был дан в задний ход, это одно. Но с другой стороны, обратите внимание, в той же Франции выделены срочно, ну, скажем так, миллиардная сумма евро на модернизацию ядерного потенциала. Не будем забывать, что Франция и Британия – это ядерные державы. И они, скажем так, не зависят, вот, по большому счету, вот, натовского или американского ядерного зонтика, как другие европейские государства. Ну вот, так что, я думаю, что сейчас вот такой выбор, что делать, да, какие сейчас предпринимать усилия. Я вот как раз хотел добавить вот это все обсуждение немецких генералов, генералов Людфаффе, возможности… Ну, это отдельная большая тема. Сейчас я как раз хотел спросить вас по этому поводу. Действительно, вот вы упомянули этот скандал с перехватом разговоров немецких офицеров, которые обсуждали поставку ракет «Таурус» Украине. Скандал большой был, не только от того, что вообще, как бы, Россия перехватила секретный разговор, но и потому, что действительно ли были такие планы поставить, или теперь их не будет, и теперь их не будет, или их вообще не было. Здесь много о чем можно говорить и разные делать выводы. Я как раз попрошу вас эту тему внимательно прокомментировать, потому что реакция на все этот скандал достаточно такая неоднозначная. Считается, что она возобновила вот этот скандал, возобновила раскол между Германией и ее союзниками по НАТО, вообще по поводу военной помощи в Украине. А вот «Гардиан» пишет, что этот разговор усилил утверждение Владимира Путина о том, что это война Запада против России, в которой Украина является только марионеткой. На ваш взгляд, этот скандал действительно такой большой, что он вот подвигнуты подобные комментарии? – Скандал раскрутили. Скандал – это всегда, скажем, искусственное, информационное событие. Да, перехватили, использовав оплошность немецких генералов, перехватили инициативу и, конечно, раскрутили скандал до конференского значения. И раскол не только, ну, я бы не искал, что это раскол среди союзников по НАТО. Но это, да, внесло свою долю, скажем, недопонимания, недоразумения, каких-то противоречий в ряды западных союзников. – А к чему это приведет, на ваш взгляд? – Да. Ну, не говоря уже о том, что и в самой Германии тоже по этому поводу идет большая дискуссия. На данном этапе не приведет к тому, о чем говорили немецкие генералы. Канцлер Германии Сольцк вот на фоне или на гребне этого скандала дал задний ход. Это раз. Во-вторых, тоже как раз и россияне подняли тему объединения Германии и усердительного документа 2 плюс 4, когда формировалась вот эта такая, ну, международно договорная, что ли, база для объединения Германии. И, кстати говоря, там статья 6, статья 2, гласит о том, что в территории Германии не будет выходить угроза миру и безопасности России. Так? А во-вторых, есть конституционная норма, она, по-моему, в статье 2 из этого договора и сказано, что немецкие вооруженные силы, вооруженные силы Бондецвера не запрещено участвовать в иноземных операциях на других театрах военных действий, кроме, ну, понятно, защиты своей территории. А поскольку там же, Славич, обсуждалась возможность управления или целеуказания таврусами со стороны, ну, немецких экипажов, немецких специалистов и как обойти эту тему, то, понятно, это сразу было интерпретировано многими как факт непосредственного участия вооруженных сил или представителей вооруженных сил Германии, в частности, там, Бондецвера или Люфтваффе, в военных операциях против России. Так? Потому что допускалось возможность не только ударов по Крымскому Москву, но и по оперативной глубине территории Российской Федерации, не оккупированных территорий, украинских территорий, а вот российских территорий. Понятно, что на фоне этого скандала сейчас, дан задний ход, в этом раунде, в этом сете, да, Россия переиграла. Информационно переиграла. Так? Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. И, видимо, вот то, что и Макрон заявил о том, что уже Франция не собирается вводить контингент. Это тоже какой-то степень ненаследия вот этого скандала и как оно было интерпретировано, ввода на Российской Федерации. Но это, я бы сказал, не самая хорошая новость для Украины, потому что видна определенная растерянность среди западных союзников, среди западных союзников и какое-то смятение умов, что делать дальше. Дипломатия пока отрицается, по крайней мере, пока не допускается. Но в то же время и каких-то серьезных военно-оперативных решений тоже нет. Ну, сейчас, ну, единственное, что можно пока, скажем так, в качестве утешительного, утешительной новости рассматривать вот сегодняшнее решение Европейского союза о производстве снарядов и восстановлении, или, скажем так, о развитии военной промышленности Европы вместе, совместной, евросоюзной военной промышленности. Но когда она заработает и когда будет первые результаты, это дело, ну, понятно, ни одного недели, ни одного месяца. Скажите, пожалуйста, вот учитывая все то, что вы до сих пор говорили, можно ли считать, что ситуация, по сути дела, сейчас и в обозримом будущем вкладывается патовая. Военного результата на линии фронта, по сути дела, нет и вряд ли предвидится в ближайшее время. А дипломатия, по сути дела, отставлена в сторону, потому что тоже некому и не с кем разговаривать. Ну, видите, ситуация патовая уже, наверное, полгода. Ну, наверное, с того времени, когда, хотя, наверное, и раньше. Но будем отчитывать эту патовую ситуацию со второй половины ноября 23-го года, когда еще тогда главком заложенец сказал, что в войне отупит пат. И для того, чтобы его преодолеть, нужны, ну, суперусилия, в том числе и новые технологические и военно-оперативные решения. Но я бы все-таки обратил внимание на другое, что в последнее время все-таки Россия проводит свои общевойсковые операции. Да, украинская армия держит фронт на отдельных участках. Конечно, ситуация очень сложная, драматическая, не трагическая, не катастрофическая, но драматическая. Так ситуация складывается. Силы тоже на исходе, снаряды на исходе, на отдельных направлениях, не скажу, что на всех. Но один момент очень важный. Именно сейчас, вот начиная с падения Авдеевки, Россия уже проводит общевойсковые операции, где задействованы авиации, мобильные следствия, пехота, штурмовики, бессилотники, штурмовая авиация даже говорил. Это уже говорит о том, что Россия сейчас, учитывая вот эту паузу распределенности западных союзников, партнеров Украины, а также ситуацию в Америке, связанной с центральной кампанией, пытается выскочить из этого пата. Выйти из позиционного тупика войны, выйти за рамки позиционной войны и превратить ее в войну движения, в войну движения, как я уже говорил. Не скажу, что это маневренная война, вряд ли они пойдут на это. Но война движения для того, чтобы давить, давить по всей линии фронта, вот проводя общевойсковые операции, для того, чтобы заставить прежде всего или подвигнуть Запад и Украину за стол переговоров. Прежде всего, наверное, все-таки Запад и в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Поэтому нужно зависеть от сопротивляемости, от того, как будут вести оборону украинские вооруженные силы, ЗСУ. И тут, конечно же, сейчас, я так понимаю, и быстро военно-политическое руководство Украины делает всталку на то, что новый главкор ЗССКИ проводит сейчас ревизию командного состава, особенно бригад, которые участвуют в обороне. Происходит ротация некоторых уже вооруженных групп, так, или там, бригад. Приходят новые, более мотивированные и с незамыленным взглядом командиры бригад. А вот так что будем надеяться, что пока Запад будет находиться вот в этой паузе, раздумья, что делать дальше, все-таки Украина сможет выставить. А я думаю, что Западу надо поспешить, принимать, не бояться принять очень важные стратегические решения. Будет это дипломатическое, либо другое, но это должны быть решения. Это должно быть движение. Это не должны быть дискуссии только, либо ответы на те или иные скандальные убросы. А для того, чтобы вот эту, скажем, эта пауза, а также сложная ситуация для вооруженных сил Украины на фронте не привела к тому, что Россия смогла бы вот выйти из этого оппозиционного тупика и наступать по всей линии фронта. Пока не по всей линии фронта, пока только это донецкое направление. Но в планах, как мы знаем, к России, ну, по крайней мере, так пишут все, не мы знаем досконально, но так пишут, все-таки и юг Причерноморья, северное Причерноморье, не случайно, вот эта вся история с Приднестровьем, а также с Гагаузией. Вот буквально на днях в России побывал Башкан, или как там называется, лидер Гагаузии Гуцу, это из партии Шора, ну, партии Шора, да, которая считается в Молдове пророссийской, она встречалась с Валентином Матвиенко, так что что-то, что-то надревает. И если Запад будет пятенство, делая ставку только на героизм и военную доблесть украинской армии, то понятно, что никаких сдвигов положительных и для Запада, и Украины на линии фронта не будет, по крайней мере, ближайшее время. Вот по поводу ближайшего времени, как вам кажется, насколько долго продлится вот это вот состояние своеобразного ступора, в который впали западные европейские партнеры Украины? Потому что движения конкретного не видно, и даже предпосылы для него, потому что американцы, допустим, а все смотрят в первую очередь на них, разумеется, заняты ближайшими выборами, у них своих дел по горло, и изменений, в общем-то, не предвидится, получается. Ну вот вы очень правильно использовали слово ступор. Глава, не надо выходить из ступора. Иначе это же, понимаете, конечно, но спасибо за доверие, как говорится, так, Украине и украинским вооруженным силам. Но нужна более существенная помощь. И, по крайней мере, нужны важные решения, либо военно-оперативные, либо военно-политические, дипломатические решения. Потому что войны выиграются и дипломатии, если она умная, разумная и вовремя. Там принимается решение о необходимости каких-то дополнительных дипломатических или решения о дипломатических усилиях. Так что, я думаю, неделя-полторы, может быть, сейчас в каком-то экстренном смешном порядке там законопроект Палата представителей готовит. Так, но я думаю, что вряд ли сейчас трамписты в Палате представителей, да, уже и в Сенате со стороны республиканцев, так, будут заинтересованы в том, чтобы вот этот закон, где предполагается помощь Украине, будет принят, подготовлен и принят в ближайшее время. Но, в общем, ситуация сложная, поэтому надо либо проводить какие-то серьезные консультации, так, либо в формате Рамштайн, либо по линии Совета министров НАТО, министров иностранных дел, министров обороны, если руководители сегодня не могут. Но я думаю, что украинская тема сегодня должна зазвучать в европейских, и медиа, и в среде европейских лиц более громко. Как-то все свыклись с рутиной. Ну, то, что там где-то происходит, в районе Донецка, ну, держится украинцы, ну, и хорошо. Но ведь тоже силы не безграничны. Мы действительно ощущаем сегодня на линии фронта дефицит по многим видам вооружений, не говоря уже о снарядах и так далее. Так что, может, надежда на то, что вот по инициативе Петра Павла, президента Чехии, будут собраны эти необходимые для Украины снаряды 155-миллиметрового калибра. Но я не думаю, что по количеству их будет достаточно. И в то же время недоумение возникает, когда слушаешь Бретона, так, если не ошибаюсь, Еврокомиссара, который говорил, что нас неправильно поняли. Мы говорили не о поставках снарядов Украины, а о продаже этих снарядов Украины. Это уже немножко другая история. Тем более, когда непонятно, почему вот такого рода месседжи возникают. Очень сложное время. Причем это сложное время не только на линии фронта в Украине, но, наверное, для Запада тоже. Для Европы тоже. Так что, ну вот, будем ожидать какой-то встряски, какой-то, скажем так, оперативной, стратегической, для того, чтобы западная элита, европейская элита, вышла из этого, как вы очень, как-то сказать, влучно, и точно, влучно по-украински, назвались купором. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. Всего доброго. Спасибо, Михаил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова